Гуманитарный груз, состоящий из 1400 голов мелкого рогатого скота, прибыл на административную границу нашей республики 5 октября. Жертвенные животные были по согласованию с Духовным управлением мусульман Карачаева Черкесии переданы имамам мечети, городов и аула в республике. Хвала Аллаху! Вот в этот год на Фурбан-Байрам глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в нашу республику отправил 1400 барашек. Мы здесь, как распределили мы эти барашки? По районам, есть у нас ответственные, уполномоченные по районам имамы. Они приехали, они забрали эти барашки и распределили по всем аулам нашей Карачаевой Черкесии. Баранов распределяли непосредственно имамы сельских поселений. Заранее были определены нуждающиеся семьи, которые в силу финансового положения не могли позволить себе приобрести барана и принести его в жертву на Курман-Байрам. Мы получили около 1400 голов баранов, овец. И, иншаллах, мы их распределили по всей республике равномерно, в зависимости от количества жителей, проживающих в каждом цельном пункте. И я думаю, что там наш Кадий очень большую работу провел, чтобы это было более-менее справедливо. А на местах это уже работа самих имамов, чтобы они тоже дошли, вот это пожертвование, чтобы дошло до каждого нуждающегося человека. Подарки от братьев-мусульман в честь праздника Курман-Байрам принимали и в Ногайском районе. Здесь столь важный день в исламском календаре ознаменовался приездом Ногайских диаспор из стран Европы. В рамках своего визита гости провели благотворительную акцию, пожертвовав более 80 голов крупного и мелкого рогатого скота. Своим милосердным поступком гости хотели дать почувствовать нуждающимся атмосферу праздника. Представители Ногайских диаспор Германии, Голландии и Турции помимо России посетили 84 страны. Но они были особенно рады увидеть братьев-ногайцев из КЧР, вступить на землю предков. Мы были очень рады, когда наступили первый раз на землю наших предков и обрадовались, когда увидели первых наших братьев-ногайцев. В течение дня 30 голов крупного рогатого скота и 50 баранов, которые подарили гости, были принесены в жертву, согласно канонам ислама. Значительная часть мяса была роздана по аулам. Каждый глава сельского поселения приехал с имамом своего аула, который и распределил поделенные туши по малоимущим семьям. Мясо жертвенного животного мы решили так, что каждый глава сельского поселения приезжает с имамом своего аула. Они забирают, мы уже распределили, есть в один аул 10 голов, в некоторые по 7 голов. Исходя от численности населения? Исходя от численности населения, чтобы хватило всем нуждающимся. Приятно отметить тот факт, что все малоимущие семьи нашей республики смогли почувствовать атмосферу праздника Курман-Байрам благодаря отзывчивости и милосердию их братьев-мусульман. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. При содействии ГТРК КЧР. Итоги недели.